Что-то нам принес сегодня... Скажи, где наш подарочек? Такую вот толстую книжку. Толстую книжку? Да. Что-то нам принес Конституцию! Конституцию, да. Почему Конституцию? Смысл в том, что любой человек, который хочет заняться политикой, вообще, в принципе, муниципальным государственным управлением, пойти в депутаты, в администрацию работать и так далее, должен начать... То есть ты нам пророчишь политическое будущее, с кем? Ну, вы вообще четвертая власть, так что, что, вам это само собой нужно знать. Да-да-да-да-да-да. Окей. Поэтому нужно начинать вот с этой книги. Я считаю, что посвящение в потенциальные депутаты мы с тобой прошли. Второй этап посвящения... Мы должны, как все депутаты, должны давать обещания. Обещания яркие, громкие и, возможно, нелепкие. Итак, игра. Сейчас мы втроем будем по очереди давать самые нелепые обещания. Самые громкие. Самые громкие обещания. Я начинаю. Давай. Можно я начинаю? Если я буду депутатом в Сея-Руси, я сделаю так, чтобы гражданам, отдыхающим за границей, компенсировали отдых, суммы, потраченные на отдых. Отлично. Петр Павлович, нелепое обещание депутатское. Нелепое депутатское обещание. Нелепое депутатское обещание. Обещаю, неделю не заниматься депутатской работой. Хорошо. Ладно. Изберите меня, и я не буду ничего делать. Отлично. Если вы выберете меня, я помою всех ваших собак. А если вы выберете меня, я введу в моду небритые ноги у женщин. Петр Павлович. Слушай, тогда бритые ноги у мужчин, что ли? Следующее. Бритую зону бикини, давай так. Судя по тому, что вы более подкованы, чем я, депутата мне не быть. Я не знаю, что еще помещать. Собак я уже помыл. Все. А я предлагаю все эти обещания возложить на плечи уже действующего депутата. Петр Павлович, исполняйте. А мы пошли писать. Цены на бензин взлетели. Лестницу Миру Мир ремонтирует. А между тем, другая лестница получила имя одного саровского депутата. О чем говорит город, говорим и мы обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней. В эфире соседский Wi-Fi в студии Лидия Шлаева и Кирилл Васенин. Подключаемся. Привет, добрый вечер. Привет, Лида. Привет, Кирилл. С приездом тебя на работу наконец-то вышла из отпуска. Долго отдыхала? Да, кажется, что вечность. Хотя на самом деле две недельки всего. Но за эти две недельки столько всего произошло в Сарове. То есть ты следила, пока была в отпуске. Я следила. И вообще много-много всего интересного хочу с тобой сегодня обсудить. Например, да, многострадальная... Нет, нет, нет. И вовсе не дорога. Что? Я думаю, мы опять сегодня вспомним наших любимых сотрудников фирмы Магистраль. Нет, мы сегодня с тобой вспомним нашу любимую лестницу имени одного известного архитектора. Нашего Саровского. Нашего Саровского. Это явно не Зураб Фриттель. Лестница Миру Мир. Она в очередной раз посыпалась. Ну вот, да, да. Ее в очередной раз, кстати, уже успели отремонтировать. Правда, плиточку не вывезли. А куда дели? Она вот там рядом обитая плиточка. Ну, просто сложили рядом. Да, грудочкой лежит. Вот. Я не знаю, как... Я уже со счету сбилась, который раз подряд эту лестницу ремонтирует. Вообще она какая-то, я не знаю, как ее сглазит кто-то. Но и региональных средств массовой информации. Мне кажется, я знаю, как у лестницы. Говоришь, ну ты давай, давай ты. Да, 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 да. Лестница, которая находится на проспекте Музруково, рядом со школой номер 12. Многострадальная. Многострадальная, да, я так понимаю, много лет она не ремонтируется. В состоянии у нее совсем неудовлетворительное. Находится она на округе Сергея Саныча Жижина. Она получила имя, собственно, имя Сергея Жижина. Да, там вот кто-то прибил табличку. Лестница имени Жижина. Основание такое, что, мол, Сергей Саныч, баллотируясь в депутаты по этому округу, обещал эту лестницу отремонтировать. А прошло сколько? Прошло три года. Прошло три года. Ну, то есть в следующем году нет, нет, да и... Ну, обещанного три года ждут. В общем-то, я верю, что, наверное, дождутся. Еще два года полномочия этой думы есть. Ну, на самом деле, надо понимать, что есть бюджет. Бюджет не резиновый. Если бы мы вот так вот... Хочу лестницу, хочу дороги, хочу больницы, хочу места в детских садах. Ну, наверное, это была бы не страна России, а страна удобия какая-нибудь. Ну, вот с другой стороны, лайфхак. Сергей Саныч, если вы смотрите нашу программу, лайфхак. Не делает лестницу, и имя останется в истории. Ерунду ты советуешь, Сергей Саныч. Сергей Саныч, не слушайте Кирилла Васенина. Сделайте, пожалуйста, лестницу. Кирилл, я знаю, что ты очень внимательно следил за прямой линией нашего президента Владимира Путина. Это было, наверное, вот из всех 16 раз, это действительно так. Из 16 раз я прям сел, потратил все эти 4 часа, почти 30 минут на то, чтобы... А должен был работать. А должен был работать. Сейчас, наверное, по телевизору меня смотрят на мое начальство. По телевизору. По телевизору смотрят на мое начальство. Ну, как бы, дали добро, сидел в перемешку своей работы, смотрел, что успел ухватить. В общем-то, грубо говоря, из года в год ничего не меняется в вопросах людей. Это я, естественно, свое сугубо личное мнение высказываю. Ничего не меняется. Все так же спрашивают про зарплаты социальным работникам. Все так же продолжают спрашивать про дороги многострадальные. Все так же продолжают спрашивать о том, когда же из Сирии вернутся у нас военные. Когда на Донбассе все будет в порядке. То есть внутренняя, внешняя политика. Все, вот все. Спрашивали очень много про взаимоотношения с западными странами, с Америкой и так далее. Тут ответ всегда был один и тот же. Примерно такой же, какой он дает всегда. Ребята, мы ни с кем не ссоримся, но и никому не дадим диктовать свою волю нам. Как с Сириеном у страны. К внутренним вопросам, мне кажется, не могли об этом не спросить президент. Потому что, я знаю, и саровчане этим вопросом задавались. Что у нас с бензином, Кирилл, происходит? Ну, тут вообще, как бы, про бензин все сказали. Если быть дословным, цитата примерно такая была. Непорядок, надо разобраться. Ты автолюбитель. По-моему, за две недели, два, три, до пяти рублей скачал. Слушай, я, на самом деле, для меня был культурный шок. Я обычно еду, ну, в средь недели, днем, утром заправляюсь, когда уже все уехали на работу. И пока добираюсь до нас, до студии. Заезжаю на заправку. И для меня был культурный шок. Недели не прошло, я заправил машину. Бензин был еще, ну, грубо говоря, сорок рублей с копейками. Хотя и это, мне кажется, очень большим. Я еду, меньше недели прошло, 41,10. Что, почему, какие события произошли в стране, в мире за это время? Доллар, что ли, улетел, я не знаю, нефти меньше стало в земле. Откуда цена вот такая вот? Почему эти 50 копеек появились? Из какой вот они дыры вылезли? На самом деле, интересно, там был промежуток недели-полторы, когда бензин прям чуть не каждый день поднимался. И у нас, вот я в отпуске посетила родной город Киров. Я сеть заправочных станций решила не мудрствовать лукаво. И просто в один прекрасный день она вывесила фикс-прайс. Все по 45. 92-й, 45, 95-й, 45, дизель, 45. И вот этот ценник у них висел долгое время. Считать удобно, да. На самом деле, я, готовясь к эфиру, посмотрела некую уже существующую аналитику по бензину. И в ЦИОМ провел опрос россиян. Уже успели. Да-да-да, еще до прямой линии, потому что цены на бензин заранее начали расти. Они спрашивали россиян, почему, на их взгляд, бензин начал расти. Вот какие получились результаты. 46% россиян винят в росте ценный бензин нефтяные компании. 40% правительства, 19% владельцев автозаправок, более 12% собственно президента России Владимира Путина. В причастности западных стран, которые ввели антироссийские санкции, уверены 10% респондентов и еще 9% назвали Госдуму и Совет Федерации виновниками всех вот этих дел. Но Дмитрий Медведев выдвинул свою версию. Он раскрыл причины резкого роста цен на бензин, заявив, скачки вызваны эгоизмом производителей. Мне просто интересно вот те 12% опрошенных, которые говорят, что во всем виноват президент. У меня такое ощущение складывается, что люди представляют себе управление стороной примерно вот так. Он нажимает на селекторе кнопочку и говорит, Леночка, бензин на сколько в стране сегодня? Владимир Владимирович, сегодня 39 рублей 60 копеек. Леночка, давайте-ка до 45, поднимите. Чтобы не учиться со счетом. Да, я что-то устал считать. Давайте-ка до 45. И все, и сразу по мановению в палочке Леночка подняла цену до 45 рублей за литр. Ну, мне кажется, это какой-то бред или у людей просто мания заговоров. Но, тем не менее, 12% так считают. Посмотрим, что дальше будет с бензином. Я соглашусь с теми, вот если взять, если бы меня спросили, я соглашусь с теми, кто сказал, что жадность и эгоизм производителей топлива. Это сказал Дмитрий Медведев, Кирилл. Я согласен. Хоть раз в жизни я согласен с Медведевым. А что думают про бензин саровчане, давай узнаем прямо сейчас. Ирка, поехали. Нет, ну я не верю. Не верю своим глазам. Разве может столько стоить бензин? Нет, я пойду посмотрю. Так, 95-й, 45-29. Отдай мои деньги! Отдай! Отдай! Ну отдай, пожалуйста, ну пожалуйста, я буду себя очень хорошо вести. С такими ценами я точно буду ходить пешком. Точно. Но чтобы не терять время попусту, мы будем считать ступеньки. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я дойду. Дойду до назначенного места. Воды! Нет, ну все-таки интересно, как народ думает, да, сколько стоит среднестатистически один литр бензина. Для меня, в принципе, приемлема и эта цена, которая есть, то есть я вполне смогу ее оплатить. А сколько должен стоить литр бензина, по-вашему? 20 рублей. Ну если мы нефтедобывающая страна, мне кажется, должно рублей 20 быть внедороже. Бензин должен стоить определенные деньги, он не должен повышаться, наверное, так. Мы на определенном моменте привыкаем, товаро-услуги перестают дешеветь, наверное, и нас это начинает устраивать. Но когда он повышается, каждый, условно говоря, там год-полтора, там на 5-7 процентов, это плохо. О, друзья, я решила проблему. Если у вас нет денег на бензин, то нужно кататься на самокате. Вон как тот молодой человек. Здрасте. Люди со мной здороваются, прикольно. Свежий воздух, красота. Вот мне интересно, почему все водители не хотят выходить летом из машин? Ведь тепло же, хорошо, красота. А давайте поставим машину и будем ходить пешком. А как же дача, которая в Мордовии? Да ну эту дачу. Нет, в этом году не ну, потому что уже все посажено. А вот на следующий год будет видно. Нет, друзья, ходить пешком – это не мое. Я твердо решила, что буду кататься на машине только на работу и с работы. Тебя подбросить? А к нашему соседскому Wi-Fi подключился депутат городской думы Петр Смирнов. Напомним, Петр Смирнов уже принимал участие в соседском Wi-Fi, но то был пилот. А сейчас у нас уже взрослая серьезная передача, которая выходит в эфир. Так что здравствуйте, Петр Павлович. Привет, Петр Павлович. Ну, подключайся. Так я… Какой пароль-то? Пароль сегодня – ответ-вопрос. Ответ-вопрос. Может быть вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Ответ-вопрос. Вопрос-ответ. Это было слишком бы просто. Ну давай. Ответ-вопрос. Ну давай, ответ. Вбил? Все, да? Да. Ура, аллилуйя. Петр Павлович, мы тут обсуждаем события, которые прошли за время, пока я была в отпуске. Вспоминаем так у нас. Такая передача. Практически юбилейный выпуск программы. То есть ты, короче, человек на две недели выпал из жизни. Выпал из жизни, да. И теперь мы вспоминаем. Что-то случилось. И я знаю, что вот пока я была в отпуске, у нас прошел конкурс на замещение вакантной должности председателя КУМИ. Прошел? Прошел, да. Прошел, мимо меня прошел. Вот, мимо тебя. А между прочим, ты заявлял, что ты пойдешь участвовать в этом конкурсе? Ну, на тот момент, когда это было еще интересно, то есть когда глава администрации еще только объявлял об этом всем мероприятии, мне было действительно интересно поучаствовать, попробовать. То есть как это тут, понимаешь, выборы, и как это мы конкурс на замещение муниципальных должностей, как они друг с другом соотносятся. А потом, когда прошли выборы, в которых я, так сказать, как член счетной комиссии участвовал, я понял, что, ну, это немножко не те выборы, и не тот конкурс, о чем, в общем-то, задумывался, затеивался. Ну, мне кажется, что так, наверное, подумали все, потому что на конкурс, кроме Людмилы Викторовны Тырсиной, никто не заявился. Она была одна, она стала победителем этого конкурса, но пока конкурс был... Ты знаешь, очень ловко и красиво всех обвели вокруг пальца. Ну-ка, подробнее кого вокруг пальца обвели, что случилось? Нас опять где-то обманули, товарищи. Да все, ты-то тут при чем? Не знаю. Ты вообще ни при чем. Ну, ты сказал, всех обвели вокруг пальца. Ты индивидуальный предприниматель? Нет. Вот. Тогда, получается, обвели вокруг пальца предпринимателей, которым... Которым глава администрации пришел и сказал, ребята... Как хорошо, что мы не предприниматели. Ребята, Голдов пришел и сказал, ребята, придавайте свои предложения. Кого вы хотите видеть председателем КУМИ? Я сейчас тогда ему сказал, какого, собственно говоря, люди, которые кровно заинтересованы в этом человеке, должны его назначать. Почему там... Чтобы свой сидел, должен был свой сидеть человек. Не муниципальный конкурс. Какие выборы вообще? Что за предложения? Праймерис. Праймерис, да, такие своеобразные. Я потом, когда уже объявили всенародное голосование, это уже стало понятно, что сейчас придет толпа людей, так сказать, явно специализированные на одного языка. Ну, я вам скажу, да, Людмила Тырсина получила 76% голосов, она популярна, как Путин. 10 лет человек не жил в городе. 76% голосов. И тем не менее, видишь, по поступкам человек помнит. Петр Павлович, вот с каким процентом выиграл ты по своему округу? Так, ты хороший вопрос задала. 800 к 200, по-моему, вот так распределились голоса. Сказал он гуманитарию. Да. Что? Ну, 80% получается где-то так, плюс-минус. Да ты круто. Ты так же популярен, как Путин. Как Путин. Влада же, а у тебя имя, у него фамилия на одну букву. Как, какой он? Это знак. Совмазение, не думаю. Бум. Не думаю. Ну вот, продолжаем, да. Ну, в том смысле, что когда появился кандидат Людмилу Викторовну Тырсину, стало, в общем-то, понятно, что человек... Кому стало понятно? Возвращается в город. Мне, по крайней мере, стало понятно. Ну, а, я про себя говорю, да. То есть, я вот, сопоставив все факторы... А, ну, как обычно, да. Предприниматели заявили Лебедева-Бородулина, значит, Волгин выступил как самоводвиженец и Тырсина. Снял кандидатуры. Он пытался их вовлечь в процесс, перед выборами президента Российской Федерации, вовлечь в процесс и, ну, как бы, и совместить выборы председателя КУМИ с выборами президента Российской Федерации. Тогда это было озвучено прямо вот на собрании в Центре поддержки предпринимательства. Ну, потому что это пошло не так. Да, потому что это пошло не так. Это все как бы отодвинули. Все это прошло намного позже, чем выборы президента. Ну, видимо, сказали, что ай-яй-яй, так нельзя поступать. Да. Пальцем грозили кому-нибудь? Ну, я не знаю, мне нет. Да, вот, слава богу. Ай-яй-яй-яй. Вот, к слову о КУМИ, что меня тут наводит на размышление о том, что с комитетом нужно что-то делать? Вот я знаю, у вас есть план приватизации, который вы утверждаете, у администрации, которая утверждается Думой. И на основании этого плана приватизации верстается бюджет. Планируемые доходы в этот бюджет вносятся. И что интересно, опять-таки, пока я была в отпуске, я читаю новости, что на 21 мая в администрации... Я не понимаю этого. Ну, ладно, находясь в африканской стране. Ну да, в африканской стране, в наплатном Wi-Fi на минутку. Да, да. Это наркотик уже. Да, у нас опять не состоялись аукционы. То есть, Зернова 26, это почти 27 миллионов рублей, и комплекс зданий Носилкина, это 28 миллионов рублей. Аукционы не состоялись по причине того, что не было заявок, не было желающих. Очевидно, что цена завышена. Внимание, вопрос, да, к чему я веду. Это же запланированные доходы, которые... Вопрос-ответ. Никто не пришел на конкурс по покупке недвижимости, потому что его не устроила цена. То есть, ты пришел в магазин, взял с полки банку, я не знаю, огурцов соленых за тысячу рублей, ты их не купишь. А вам же потом дыр-то в бюджете латать. Вы утверждаете план приватизации. Вы не можете сказать, друзья, цена завышена, но никто не купит, а потом мы будем латать бюджет. Значит, вот политика Владимира Ильича Лутикова, предыдущего руководителя комитета по управлению... Который сейчас, между прочим, наш коллега. Да, наш коллега телевизионщик. Значит, что он делал? Он говорил, у меня есть отчет об оценке, но я ему не покажу, приходите ко мне в кабинет, там он у меня лежит. То есть, сколько раз я у него просил принести отчет об оценке. Ты же Силкина, зерно у нее... Значит, это грамотный подход, а потом закончишь кабинетик по коньячку. Есть отчет об оценке, мы не можем спорить с ним, либо, как говорится, идите в суд и доказывайте, что это не тот отчет об оценке, заказывайте другой. Собственно говоря, Академия здоровья в свое время, когда им выставили, судилась, у них цена упала в два раза в результате экспертной оценки в суде. Мой дилетантский взгляд. План приватизации нужен для чего? Чтобы пополнить бюджет, продать имущество, которое не нужно уже как имущество, и получить за него деньги, которые нужны как деньги для выполнения каких-то муниципальных программ. Исходя из этого он составляется. И, в общем, основная эта задача – просто план сверстать для галочки или все-таки деньги в бюджет привлечь? План должен быть, если есть имущество, которое не надо. Вторая, второстепенная от него вещь – это действительно планирование дохода и, исходя из него, планирование расходов на те обязательства, которые нужно выплатить. Это какие-то инвестиционные программы, какие-то развития коммунальной инфраструктуры, например, какое-то строительство, гидерские сады и школы и так далее. То, о чем мы обсуждаем. Поэтому оно все взаимосвязано. Но если мы не получим этот доход в этом году, то, значит, нам нужно будет какие-то расходы уменьшить в конце года. Что будет уменьшать? Ну вот мы не получим 60 миллионов в стадион. Это уже вопрос такой философский. Составлением бюджета нам занимается администрация. По опыту прошлых лет упали программы по образованию, дополнительному образованию. То есть, что это такое? Ну, порезали какие-то прочие расходы, зарплаты где-то уменьшили. То есть, серьезно, люди в пиджаках не смогли продать два здания, а пострадали учителя? Муниципальная сфера пострадала, да. Ты же понимаешь, что нас смотрят учителя? Ну, а как иначе-то? Они получают зарплату из бюджета, понимаешь? А есть какие-то статьи расходок, где люди, простые граждане, не будут страдать? Это абсолютно дилетантский вопрос, мне очень хочется понять. Ну, смотри, люди не будут страдать, когда грамотно планировать будем. Если мы запланировали, что это имущество стоит 30 миллионов рублей, а оно этих денег не стоит, и исходя из него запланировали расходы... Просто, да, доходы-то внесены в бюджет, и расходы... Извини, это неверное планирование изначально, то есть планирование неправильно построено. Ну, может быть, с новой главой... С новым главой, с новым руководителем комитета, да, ситуация изменится. Может быть. Еще одна тема, которую очень хотелось бы обсудить с тобой, как с депутатом. Уголовное дело на депутата Думы за Волжья Андрея Мельникова. Слышал что-нибудь об этом? За оскорбление главы. За оскорбление главы. Ну, вообще, да, статья есть такая в Уголовном кодексе. Там штраф, по-моему, и такая она, несерьезная. Ну, в том смысле, там не вот прям в тюрьму не посадят. Но, тем не менее, мне интересен сам прецедент. А сколько там штраф? Мне просто интересно... Тысяч 50, по-моему? 80, по-моему, если мне... 80 тысяч. А если, вот, знаешь, вот, как бы, ну, до абсурда... Сам факт того, что, смотри, во-первых, уголовное дело на депутата за оскорбление главы города, то есть это... Аманат за это может потерять? Да. Дело в том, что уголовное преследование, если это решение уголовного дела вступит в законную силу, то есть все, человек перестает быть депутатом. Так. То есть, все... А что он сказал? Вот смотрите, как в официальной новости заявлено, свое недовольство народный избранник на заседании Думы выразил без стеснений и с красноречием, которое лингвистическая комиссия оценила как выражение, носящее оскорбительный характер, унижающее честь и достоинство человека и представителя власти. И к чему? У нас на Думе тоже бывают достаточно горячие заседания, когда депутаты переходят на личности, когда есть депутаты, которые достаточно резко могут друг друга осечь где-то. А депутат у нас тоже представитель власти? Ну, по-хорошему, да. И любое высказывание в адрес депутата? А соцсети, интернет? Или вот это же, вернемся к лестнице имени Жижина, вот эта вот табличка, это не является каким-то оскорблением? Там нет ничего оскорбительного, да, вот опять же, смысл, экспертиза, экспертиза. То есть там вот важный момент во всем, во всем, в любом уголовном деле, это наличие и мистическая экспертиза. Суть не в табличке и не в лестнице. Лестница имени Жижина – это кирпичик во всем этом процессе. То есть это один момент, да, то есть люди просто смотрят, о, лестница имени Жижина, обещал, не выполнил. Суть в кибербуллинге, такой есть термин, кибербуллинг. То есть Сергей Александрович кибербуллинг уют, кибербулят. И намеренная интернет-травля. Ну-ка, ну-ка, интересно. Вот этот кибербуллинг, на что он нацелен, да, на снижение самооценки, да, то есть на такие вопросы. Ну, затравить человека. Затравить, да, при этом это происходит анонимно. К чему я подвожу-то? Это к этике поведения в интернете. Назрел тот момент, когда человека, да, представителя власти, о чем мы начали свой разговор, заместителя председателя Думы, достаточно нагло и цинично подвергся интернет-травле. На достаточно продолжительном промежутке времени, но в достаточно узком сегменте интернета. Но очевидно, это какой-то заказ? Вполне вероятно. Или чья-то просто личная неприязнь? Личная неприязнь, неважно, это заказ, неприязнь, все что-то. Но так или иначе этот процесс происходит. И он очевиден. Ну а как с этим бороться-то? Быть выше, не реагировать, то есть не поддаваться на провокационные действия. То есть в чем интерес того, кто провоцирует тебя, да, вывести тебя на реакцию, да, то есть чтобы ты совершил ошибку, ты сделал эмоцию. Ну самое простое и не обращение. Да, самое простое и не обращение. Что? Нет, мне это не интересно. Возвращаясь к этике поведения в интернете, анонимность в интернете, с одной стороны, это плюс, да, для того, кто анонимен вот в своей позиции, но с другой стороны, это минус, потому что позволяет совершать такие действия, которые в принципе-то, в принципе, достаточно, ну, можно натянуть на статью. Можно, да, 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 вот, собственно, с чего мы и начали. Ну, вообще, о чем пишут в интернете, на анонимных каналах Телеграма, все еще живущего, узнаем сейчас у Натальи Петруниной. Наталья, что там, рассказывай. Наталья Петруниной будут скупать наши футбольные клубы. Премьер говорит, что в стране денег нет, а глава Госбанка, что в стране денег много. Они в разных странах живут. Есть прожиточный минимум, а где прожиточный максимум? Слов нет, вы опять зуданули весь мир. Ну и, наконец, а у меня нет вопросов, мне и так все понятно. А пока президент ждал появления на экране министра энергетики Александра Новака, который должен был ответить на вопрос о повышении акцизов на топливо, ведущие показали Путину мем про Путина. Неизвестно, насколько он впечатлил президента, но вслух Владимир Владимирович похвалил только изображенную на нем машину. Комментаторы настоящего лентача сразу заметили, что для прямой линии мем был слегка изменен. В оригинале президент произносит нехороший, но идеально соответствующий контекст и слова. Одним из главных героев прямой линии стал заслуженный тренер России депутат Госдумы Валерий Газаев. Он обратился к президенту с такой длинной речью, что перебить его пришлось самому Путину. Но вместо вопроса депутат пожелал президенту здоровья, помощи святых, а после завершения прямого включения тут же пошел на мемы. Впрочем, на мемы отправился и мэр Москвы Сергей Собянин, напомнивший зрителям известного персонажа из Симпсонов мистера Бернса. 31 мая состояла встреча главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и лидера Северной Кореи Ким Чен Ина. Ни один телеграм-канал не смог пройти мимо новостей он ни от нее подробностей к самой встрече, а желание телеканала «Россия-1» приукрасить суровую реальность. В программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым показали фотографию, на которой Ким Чен Ина во время рукопожатия улыбается, при этом оригинальное фото заметно отличается серьезностью лидера Северной Кореи. Зачем отфотошопили Ким Чен Ина непонятно, но в других фотографиях четко видно, что он светится, как ясно солнышко, и встреча с Сергеем Лавровым очень рад. Как легко и абсолютно безнаказанно развести заказчика на деньги, знает студия Артемия Лебедева. По сообщению канала «Медиалекс» дизайнерское бюро снова стал объектом шуток и троллингов в Твиттере, после публикации логотипа, который был сделан для белорусской булочной по заказу на экспресс-дизайн. По условиям предоставления услуги экспресс-дизайн, заказчик дает техническое задание и получает логотип за меньшую стоимость, чем при стандартной схеме работы, но не может вносить в него правки и имеет право только на один конечный вариант. Отказаться от заказа тоже нельзя, деньги не возвращаются. Дизайн показался пользователем настолько нелепым, что даже логотип бургерный Джон Федор, который Лебедева в свое время расхваливал в программе «Вдуть», меркнет на его фоне. А вот канал «Лендач» совсем не радует нас новости о том, что сборная России по футболу стала худшей в рейтинге FIFA среди всех участников чемпионата мира 2018. Команда опустилась на 70-е место. Ранее сборная занимала 66-ю строчку рейтинга. Наша сборная по футболу на представительном чемпионате выстрелит, что называется, и покажет свои лучшие качества. Ну и наконец канал 360 ТВ опубликовал новость о невиданном доселе ущемлении прав членов палаты лордов Великобритании. Им запретили опаздывать, кричать и спать на заседаниях. Кирилл, я думаю, самое время для нашей нетрадиционной рубрики. Во что мы сейчас будем играть? У меня есть ряд фраз из песен. Твоя задача закончить строчку из песни по-депутатски. Итак, первая строчка. Давай за жизнь, держись, брат. За бюджет. Отлично. Ты понял? Ты уловил всю суть. Остановите, остановите, Витя. Надо проголосовать. Да что ответили, что отвечали? А я помощник, помощник. Имею право. Покрова вскрыта. Окей, поехали дальше. А на небе всего одна. Маркова. Я тоже про нее подумала почему-то. Помощник. Я хотел бы ветром быть и... В Думу не ходить. О, моя... Территория. Параномия. Параномия, что скажет. Мой округ. Мой округ, да, я сразу считал округи. Все, у меня закончились фразы, я понял, что для тебя это было достаточно тяжело. Это нет, это да. К следующему программе мы тебе подберем, чтобы быть попроще. Ну а на этом все. Через 7 дней мы с вами вновь встретимся и обсудим интересные, на наш взгляд, события грядущей недели. Оставайтесь с нами, смотрите соседский Wi-Fi. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!